Какой факультет выбрать? Когда подавать документы? И можно ли перевестись в крупнейший православный вуз страны из другого высшего учебного заведения? Ответы на эти и другие вопросы будущие абдитуриенты православного свято-тихоновского гуманитарного университета получили в Москве на дне открытых дверей, четвертым и заключительным в этом учебном году. Со студентами и гостями вуза знакомилась Эльвира Гордеева. Долгожданным гостям здесь всегда рады. По сложившейся традиции во время дней открытых дверей, которые проходят несколько раз в год, студенты старших курсов свято-тихоновского гуманитарного университета встречают тех, кто только собирается поступать в это крупнейшее учебное заведение Русской Православной Церкви. Среди них и третьекурсница Марфа Егорова. Я училась в православной гимназии, и я сразу решила, что я буду поступать сюда, именно на исторический. И я даже на другие факультеты, в другие университеты не подавала документов. И я очень рада, что я поступила именно сюда, потому что я чувствую, что это реально очень глубокие знания. И потом с этими знаниями будет интересно и легко идти по жизни. Десять факультетов, 28 образовательных направлений, более двух тысяч студентов. Созданный Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексеем Вторым, Православный Свято-тихоновский гуманитарный университет, в течение 20 лет является центром богословского образования для священнослужителей и мирян. Для наглядности информации будущим абитуриентам подготовлена слайд-презентация университета. Здесь имеют возможность дети и взрослые из церковной среды, не покидая, так сказать, свою среду, вот эту церковную, со всей ее спецификой определенной, понятной нам, получать высшее образование и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности. В свои 27 Михаил Шутилин вдруг ощутил, что жил не так и не затем. Хотя и успешно окончил технический вуз, работал по специальности. Молодой человек решил, что еще не поздно все изменить в своей судьбе. Делаю выборы между несколькими факультетами. Хочу поставить ежедневное служение, чтобы это было полезно и для меня, и для окружающих. Помимо православных знаний студенты университета получают здесь базовое, фундаментальное образование, изучая иностранные языки, философию, отечественную историю. Как и в любом другом вузе, они слушают лекции, пишут курсовые работы, участвуют в семинарах и олимпиадах, сдают зачеты и экзамены. В летнее время работают в трудовых лагерях, устраивают миссионерские поездки, проходят практику по выбранной специальности. Выпускники вуза покидают стены родной альмаматора с дипломом бакалавра. После основной программы Дня открытых дверей прошли встречи по факультетам, где абитуриенты смогли более детально узнать о выбранном направлении и познакомиться со своими будущими преподавателями.